Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia прошли сегодня студенты 4-го курса социально-гуманитарного колледжа. Выпускники педагогического отделения представили свои навыки и умения в профессиональном мастерстве перед экспертами. По условиям демонстрационного экзамена оценивать будущих педагогов могут потенциальные работодатели, директора и завучи школ, педагоги. Никаких столов с красными скатертями и билетов. Звать на помощь халяву бесполезно. По новым стандартам WorldSkills экзамены в средних профессиональных заведениях, демонстрация полученных знаний и умений на практике. На каждую демонстрацию 15 минут задания озвучивают непосредственно перед испытанием. Безусловно, такой экзамен сразу дает представление о профессиональных возможностях будущего педагога. Но вот сами экзаменующиеся нервничают по старинке. Нам дается два часа и во время первого часа у меня случился нервный срыв и я заплакала. Главное, это, наверное, любовь к детям. Это самое главное. Нужно к детям относиться уважительно, уважать их мнение, их выбор. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills для будущих учителей начальной школы предполагает показ фрагмента урока, где ребятам сообщаются новые знания. По условиям оценивать выпускников могут только сторонние эксперты, а не педагоги колледжа. Это, во-первых, гораздо интереснее. Во-вторых, это ближе к практике. То есть, чем отличается среднее профессиональное образование? Тем, что мы должны, наверное, быть ближе к практике и к работе, чем к теории и каким-то возвышенным научным терминам и знаниям. То есть, мы проверяем практически, готов ли студент к работе, ну вот в данном случае в начальной школе. В демонстрационном экзамене принимают участие 18 будущих педагогов начальной школы. Вместе с дипломом они получат скилл-паспорт с результатами, которые будут внесены в специальную информационную базу, доступную работодателям. Конечно, мы все волнуемся, болеем очень за них, но надеемся, что все будет хорошо, потому что проведена достаточно серьезная работа нашими педагогами. Конечно, мы готовились. Да, у нас еще есть, уже есть, пусть небольшой опыт, но тоже мы в прошлом году уже провели демонстрационный экзамен, но по другой компетенции, физическая культура и спорт. Поэтому, конечно, это, ну не все так вновь нам нынче, но все равно это новые, да, новые требования, новые специальности, новые задания. Поэтому педагоги приложили немало усилий, эксперты, значит, у нас прошли серьезную подготовку и тоже сертификацию получили сертифицированные. В 2019 году Ненецкий округ участвует в апробации наряду с 77 субъектами России. При выборе регионов учитывался опыт проведения региональных чемпионатов, материально-техническая база учреждений региона, а также готовность предприятий и организаций к участию в проведении такой формы аттестации. Ольга Русл, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».